здравствуйте мои дорогие друзья хочу показать и рассказать вам как я делаю домашний сыр вчера я купила вот такую ряженку 500 грамм и бифидок то есть кефир тоже 500 грамм я предпочитаю все штуки жирность брать побольше сыр домашний но я хочу сделать домашний сыр будет вкусный насыщенный и мне больше нравится все штуки побольше процента жирности вчера я поместила ряженку и кефир в морозилку вот так вот они застыли сегодня и я теперь вскрою упаковку и помещу их вот в такую конструкцию ну правда предварительно застелив марлю я не стала брать потому что в нашем доме ничего не найти так как мы с мамой обе склеротички и я быстренько мне что попалось под руку вот такой платок посмотрите на его качество вот так сейчас сделают платки на голову стопроцентная марля а марлю невозможно потому что невозможно с марлей работать потом и с бинтами тем более потому что там очень большие дырки а платок самое то вот видите как у нас все перевернулось с ног на голову что называется вот так вот я освободила от упаковки ряженку и кефир вместо ряженки можно взять сметану я просто хочу с ряженкой попробовать получится у меня или нет вообще я конечно всегда делала из сметаны сыр но я не думаю что ряженка чем-то отличается от сметаны она по густоте практически такая же будем пробовать теперь мы значит это все вот так закрываем укутываем хорошо укутываем при таянии жидкость будет вся стекать вниз вот в эту посудину через сито и а сюда надо поставить я вот баночку приготовила двухлитровую с водой поставлю сейчас сверху кастрюлю не кастрюлю а тарелку какой-нибудь и сверху поставлю водич но периодически все-таки надо сливать то что стечет от ряженки от кефира ну вот прошли сутки посмотрите на мою конструкцию я так понимаю что уже все растаяло сейчас посмотрим воду я сливала водичку нет вы знаете еще не растаяло еще лед есть но пусть пусть стоит дальше в холодильнике ничего страшного можно он еще вкуснее будет если постоит дольше так что убираем обратно в холодильник эту конструкцию пусть текает дальше ой тарелочку забыла неправильно вот отлично я получила ботинки свои из ремонта посмотрите мастер какой чудесный как красиво он все сделал это просто суперски ботинки обрели вторую жизнь подошва у меня была в ужасном состоянии эти ботинки будет носить мама потому что они мне маловаты но я потом еще их чуть-чуть это я краской купила какую-то левую краску вернее крем коричневый пока помазала их они вот стали какие-то вот такие вот на самом деле вообще это испания отличное качество кожи кожи ничего абсолютно не сделалось то есть их еще можно носить мастер вообще молодец я ему очень благодарна кстати говоря он делает сумки и кожаные из чистой кожи все обувь шьет ремонт и делает ну то есть молодец вообще супер я потом покажу вам его сумки изделий кожаные ремни он делает мастер друзья мои вот у меня получилось вот такая масса когда я когда перестала водичка стекать уже от сыра в нижнюю чашку через марлю и си и ситечка вот такая масса получилась я переложила ее на тарелочку выдавила чесночок я хочу сыр сделать с чесночком можно с укропом можно и с укропом и с чесноком в этот момент я решила сделать все-таки с чесноком сыр можно сыр такой сделать из сметаны с кефиром я сделала с ряженкой я решила попробовать и у меня в принципе получилось сейчас я все это соединю вместе и покажу результат уже окончательный друзья мои вот и готов мой сыр для того чтобы он был более по суше кому-то может быть нравится более сухой сыр нужно просто напросто дольше держать под прессом то есть влаги выделиться больше и сыр получится суши меня устраивает такой то есть ту сырную массу которая осталась у меня после отделения жидкости я переложила вот в такую емкость и добавила туда выдавленный через пресс чеснок понадобилось для вот такого объема массы мне три зубчика числа чеснока всего кто-то может быть если хочет более на чесночный сыр можешь добавить побольше чуть-чуть подсолила я его но так как тут ряженкой много соли я не клала поэтому вкус получился обалденный ну и уже как бы у меня готов легкий завтрак вот такой вот и уже чая приготовила поэтому приятного мне аппетита друзья мои если вам понравился рецепт пожалуйста делайте кушайте на здоровье всех с праздником сегодня у нас 1 мая раньше мы ходили на демонстрацию отмечали весело на природе этот весенний праздник труда как он назывался и всем добра у нас 1 мая радио